А какую базу положить в систему господдержки возобновляемой энергетики? Этот вопрос был не праздный, но его решения должны были вложить в закон о борьбе энергетики, и дискуссия, вообще я помню, была очень непростой. Было два решения. Одно решение. Возобновляемая энергетика, поддерживаемая государством, должна поддерживаться за счет базового государственного источника поддержки, который называется бюджет. Второе решение. Эта сеть энергетика и поэтому поддерживать она должна быть специальных механизмов, построенных на этом самом создаваемом опытовом рынке электрометра. Должен сказать, что само создание опытового рынка электрометра было сложнейшим проектом, для меня это вообще один из самых сложных проектов в моей жизни, и команда, которая его строила, проводила высочайшая компетенция, уникальная абсолютно. Была категорически против того, чтобы на опытовый рынок возлагать еще и эту нагрузку под названием стимулированная заголовная рейдерка. Только тот и рождался, был абсолютно хрустким, и у малых поверил. У него были колоссальные шаристы, и сверху вот на эту неустойчивую, неустойчивую, выгородившуюся конструкцию, еще и положить нагрузку взаимодействия на рынке, действительно была подробная риска. И тем не менее, в итоге мы подошли к этой разводке абсолютно прагматично, с очень простой, может быть даже цитичной логикой, логикой следующей. Поскольку мы хорошо понимали, как в России формируется бюджет, есть простая зависимость о том, что новая крупность таких расходов в бюджете является тогда, когда есть крупные лоббийские группы, которые способны за них бороться. А в этом смысле бюджетная расходная поддержка взаимодействия энергетики и собственного взаимодействия энергетики, как у улицы Ильцова, у вас не возникнет лоббийская группа взаимодействия, энергетики и пока в бюджете не создали источник за поддержку взаимодействия энергетики. На прочее то было совершенно ясно, что в реальном нашей жизни никогда, никогда, никаких источников в бюджете не появится, а речь идет о сотни миллиардов рублей. И в этом смысле в период с бюджетом, который теоретически является абсолютно правильным, абсолютно классическим, а в реальные части вырующиеся безminded, который является абсолютно неправильным, абсолютно неклассическим. Тем не менее, был осознан выбран именно второй вариант, и другу лучшей рукой авторы создания оптового рынка вложили в закон, посмотрите, закон об оборудовании энергетики, в результате 2007 года, там впервые в России появилась именно часть возобновления энергетики, про то, как именно оно должно стимулироваться с оптового рынка. Это был старт. Старта это прекрасно, но точно недостаточно. Для того, чтобы от этого Старта создать реальную, действующую систему, потребовалось много лет и много усилий. Каковы они, эти усилия, в чем они состоят? Ну, по сути дела, весь набор задач, начиная с 2007 года, был как бы внятно обзорен на две группы. Это как раз инициатива в большей степени правительства, микробами, энергиями, экономразвития, которые считают, что это правильный здравый. Инициатива простая. Можно областного человека. Если уж мы собрались в Россию, стимулировав российское возобновление энергетики, то давайте стимулировать ее так, чтобы одновременно инициатива в России возникла право, что мы по производству продукции для российских возобновлений энергетиков. Именно поэтому две задачки, задачка строительства энергетики, задачка локализации производства оборудования, были положены в основу всей большой конструкции поддержки возобновления энергетики. Конструкция эта, наверное, можно было бы отдельно. Часовую лекцию я описываю, я этого делать не буду. Ну, просто так специально, чтобы из вредности вам показать, то это примерно третья часть тех нормативных документов, постановления правительства, распоряжения правительства, распоряжения президента, нормативных документов Министерства и ведомства, которые нужно было разработать для того, чтобы из большой идеи поддержки на оптимой рынке вырастет реально работающая, полноценная инфляционирующая система, которая приняла в бизнесе. Эта история задела на не меньше 7-8 лет, и здесь приведены далеко не все документы, если говоря, она застревала, казалось, задолжившаяся, она уже была отдельно романом написать, а там все-таки происходило. Но, как это ни странно, закончилось тем, что она действительно возникла, она должна быть способна. В чем вот система состоит? Основу этой системы, да, поверьте, договора на поставку мощности. На оптимой рынке российским существует два товара – электроэнергия и мощность. Товар, как название электроэнергии, функционирует в классических рыночных принципах, поставить наши бесплатные предложения на РССР на рынке российских филеров. А вот мощность существует в виде договоров потребителей и поставщиков. А потребители обязывают пустую мощность, это обязательная часть рынка. И идея состоит в том, чтобы нефтаристерка, нефтарсегмент, кусочек из контрабочности целевым образом выделить на создание беззываренного объекта. Тут важно в истории ПТПМ, что она конкурентная, общий объем определяется объективно, а дальше конкуренции, когда побеждают те, кто сумел предложить минимальную цену за это само новое участие. И это основа всей конструкции поддержки российского законодательного объекта. Вот я говорю про конкуренцию немножко периодически. Вот посмотрите, здесь я, например, повторяю наши данные. Может, не знаю, коммерческие, может, нет, ну, не важно. И по фактически состоянию тендера, вот здесь важно, например, по ветроэнергетике 16-17-18 годов. В 16-м году конкуренции не было. Была одна компания, которая пришла на рынок, при объективе заявленных катится 136 тысяч. Они не дают. За 136 тысяч победили. А дальше это конкуренция. Вот, может быть, даже так будет лучше видно, посмотрите на эти две цифры. 102, 109 тысяч рублей. И это цена, в которой мы вместе с нашим партнером, мы с компанией «Фортом» победили в 2017 году. И уже поджали предельный уровень. А в прошлом году, в 2018 году, мы пришли победить. Нам пришлось почти размоется, как эти цены. 16-6. Должен сказать, что, как говорится, продолжается. Я не успел дарисовать слайд. В 2019 году прошли свои отборы. На этих отборах мы героически проиграем. Как дела, компания «Эдл», которая приложила цены еще меньше, чем 166. Там, правда, объем он небольшой, но тем не менее, это факт. Я просто пытаюсь проинвестировать на конкретном примере, что в этой сфере она абсолютно открыта для любой байки. И она абсолютно конкуренция. Когда его прощает, как очередной раз, мы из этих завтра на канале «Царбрат», что «Чебай» стоялся в вечер 6 миллиарда, не верьте, это фейк-минус. Повторю еще раз, любой бизнес в России вправе прикинуть на этот конкурентный рынок, поэтому никаких конференций, естественно, не было вопросов. Конструкции самого ручьего, если мы победить не можем. Где-то мы побеждали, где-то мы не побеждали. Это очень важно. Рано конкурентный, с очевидным тренажным последовательным обеспечивая огромная цена. Вторая задача, которая называется промышленность. Как было сказано, замахнуться на то, чтобы не только энергетику построить, но и промышленность построить. Производство оборудования для солнечной энергетики и производство оборудования для энергетики. Для того, чтобы этого добиться, вот в ту сложную набор нормативных документов, которые я показал в будущем плане, было встроено обязательно требование по уровню локализации оборудования. Оно правильным решением от Минпровской идеи абсолютно здравое было поэтапно. Скажем, по солнцу начинается с 50%, а ветрогенерация начинала с 25%, а сейчас 65% требуемый уровень локализации производства в России, если вы собрались идти на тендер и расстроить электростанцию. Очень здравое и правильное требование. Что в итоге? Это очень важный для меня слайд. Это, по-своему, не трогайся на последовательность, которая вверху приведена. Мне кажется, что это и есть этапы, созданные из самих этих классов. Отбор мощности ДПР. Ну, это вот те самые тендераты, это вообще просто. Кто-то пришел, победил, отобрал себе сколько там, все это бегало. Следующий этап. Строитель электростанции, естественно. Следующий этап. Строительство заводов, производство оборудования для этих электростанций. Следующий этап. Upgrade технологии производства этого оборудования. Мы убедились в этом, я считаю, что это было абсолютно глубоко обоснованная вещь. Начало, то есть, простые трансферы технологии, а потом ты Upgrade технологии. И, наконец, последний, пятый этап. Экспорт. Экспорт. Вот на эти пять этапов очень просто и естественно раскладываются каждая из трех видов загружающих энергетиков. Первый – солнечный энергетик, мощность отопранная строительство станции, как было сказано, с 2015 года, полным хором. Завод прохождение оборудования России действует, я не скажу, что и позже. Upgrade технологии тоже произошло, и ошибка на слайде. Экспорт начался. В этом году компания-лидер российской солнечной энергетики компания «Финел» впервые пошла на экспорт, победила на крупном тюрьме Казахстана. Поэтому я просто успеваю строить собственные слайды. Вот здесь вот много справек правый, что отцвета, может красненький, не красненький, зеленый, но все, это может все правильно. Ветроэнергетика солнечного гитра прошла в сутки и стадии по этой технологии. Ветроэнергетика отбора прошли, электростанции строятся, заводы построят, но в этом я скажу, обновляет их проводить следующие задачи и экспорт следующие, следующие задачи. Работа КБО медленно, она позже начинается, но, в моем понимании, стратегически должна пройти те же соревнования металлы. Итак, это факт с 2019 года по стадии. Ну, а здесь, собственно, вы видите, что с двухводов точности, как было сказано, в 2015 году были первые солнечные микростанции, ветер пошел с 2018 года, ну и так далее, так, что мы сегодня с очень большой вероятностью, 95%. Мы понимаем, что в 2024 году в России реально построены 5,3,3,4 гигавата на счастье возобновляемой энергетики. Мы понимаем игроков, понимаем источники инвестиций, понимаем технологии. Это все буквально на глазах происходит. И это, мне кажется, уже такое проростное вещи на лесах, чтобы оттуда сбить, мы были какие-то очень большие специальные все. Чтобы туда поставить, и чтобы подстроить интереснее. то есть продолжает очень большие усилия. А теперь большие усилия по поводу с тем, кто пытается это знать. Думаю, что это уже не очень реально. Это, собственно, помощь на стену энергетического. А что с второй задачей? Что с промышленностью? С умножьем людей. Сегодня действуют три крупные компании. Лидер этой индустрии компании «Химионт», построенная вместе с Масибиром в Чувашии, городе Масибасадок, который начинал с мощностью 100 мегават в год. В этом году открыть 2030, как сегодня мы встречались с коллегами, с директором. Первый повтор будущего года будет годовая мощность производства 350 мегават. А через 90 уже до 150. Solar System вообще не зависит ни от того компании, ни ругой государственной поддержки, никакого роста. можно в прошлый час предпринимать. Миша Лесянский вместе с партнерами мы взяли подгнастили следствия в подростке построили завод производства моно-мунтифремий на моем фармаке. Очень сильный по технологическому уровню производства. Важная часть российской промышленности производства солнечных планов, которое не существовало вообще. Это солнце. А вот это наверное построенный завод производства гондолок Межненопольда, построенный завод производства башни Таганрога и Ростовская область. Все три завода все дефекционные, все три крупнейшие поставщики они сегодня на полную мощь создают те элементы, из которых мы создаем ветростанции вводим на мемородском танце. Впрочем ситуация достаточно динамичная и вот на подходе еще и проработка ТПО. Хотя было сказано чуть-чуть попозже. Вот это важно добавить ко всему нашему разговору еще одну ось. Вот все что я говорю касается ТПО, и так далее. Это оптовый энергетинергия. Электринергия очень сложная ветеринистая отрасль. оптовый рынок как ствол берега, а кроме этого ствола есть ветерин, которые являются розничной воронки, а кроме этого листочка, которая является микрогенерацией, а кроме этого еще и заново этой системы, это просто еще контейнер и ствол. так вот строго говоря, все, что касается оптового рынка, а потом нужно будет еще двигаться в розничную микрогенерацию в заново системе. Причем надо сказать, что там свои задачи, свои вызовы. И с точки времени экономики, и с точки времени продуктов. Ветеринстанция, которую мы построили в Ульяновске, не может работать, не на листочке, и тем более микрогенерации. Экономическая система поддержки, которая построена для оптовых электронагиев России, не может работать для изолированных систем для листочки. А микрогенерация это, собственно, додомок для дач, для малого бизнеса, для ресторанов и так далее, для ложки менее 15 кВт. Вот сейчас только грузы на первое ощущение с самым этой нормой, потому что появляется вовсе микрогенерация. Дальше пока еще первое ощущение. осенью, думаю, что будет принято полностью. Дальше потребуется под микрогенерация разработать сопоставимый набор нормативных документов с тем, что сделано в Гаупе. Для того, чтобы она зажила, заработала, и для того, чтобы обыкновенный дачник в России мог поставить на солнечную панель и спокойно или потреблять электронную энергию, которую выработали на ней, или даже поставить электронную силу. Так производитель становится потребителем, именно потребитель становится производителем, то, что называется красиво, продлился и красиво равновременно. это вот следующие шаги, которые, отталкиваясь от основок, построенного сегодня, нужно будет создавать представители. И мне кажется, высокористично, что они реально будут созданы. В чем тропы? Любая простота в этой сфере должна, конечно, попросить экономику, а в экономике здесь есть одно очень важное и очень специфическое явление, на понимании которого основана вся стратегия развития возобновления энергетики в мире. Я много раз сразу говорил о том, что в мире возобновления энергетики без господдержки не возникает ни в США, ни в Китае, ни в Германии это невозможно. Почему? Почему страны идут на поддержку, как мы уже убедились в массовом порядке, того, что сегодня нефига? Ответ простой. Потому что они поняли, что это будет эффективный запад. Если хочешь, чтобы завтра ты не оказался в зорах, с полоски на движении вышедли мимо приезжающие для автомобиля, весело не нужно создавать. Вот все то, что я сказал, называется стеоперетик. Логика его вот здесь вот показывают. Вот, посмотрите, одна кривая, как-то среди градусов на электронной еду станции, солнечные станции, они едят, идут вниз, а это средняя цена традиционной земляции. Она идет вверх. И эта логика может оспариваться по гадарам, может оспариваться по странам, может оспариваться по энерго-ионам, но она не может оспариваться в принципе. Кроме больших фундаментальных обоснований заменять просто взрывы смысл. Весь технологический класс традиционной энергетики имеет историю в части атома. 50 лет общественной технологии у нас истории. Там получить апгрейд на полпроцента поднять КПД паровой турбины. Здесь, наверное, есть специалисты сирии и чавеля, вы согласились, что это было достаточно невероятной сложности с обрывидной лопаткой, которая на 0,3% увеличивает КПД паровой турбины. Это прорыв, как говорят и дали. Потому что очень зелелый класс все, что можно было сделать, сделать. КПД паровой турбины 58. 59. Парогазовый цикл 58, 59, 20, 60, 50, все, привет. Там уже расти некуда. Плюс к этому совершенно ясно, что традиционную водородную генерацию за эти даже самые новые водороды нам нужно уходить все дальше и взрываться все глубже. А это означает, что цена растет. Вот, собственно, в этом природа роса этой вот зеленой тре неизбежного последовательного количества клинитуры может влиять, свангель, впадет, свангель, растет, краска, растет, пладет. Но стратегически что-то предопределено. Она будет только расти. А у Петра есть картина при архитопа. То, что не рождается она, что важно. Уровы технологического развития сменяет один за другой. Набор технологии, про которую мы говорили два года назад, сегодня уже устающие вырасты совершенно продвинутые. Ясно, что потенциал обреда очень большой, даже если говорить про простые вещи. Ветроэнергии. Вот, нормально смеются, что выводим отмечают. Ветроэнергии имени Таревича и Пехота, которые существуют 500 лет. Дарья не так не существует 500 лет, но уровень электромеханических систем, которые сегодня не заложены, оказывается работоспособен свой 10 лет назад. До этого 36 тысяч года они вообще не работали. Весь вектор на этом красоте, довольно простого решения его апгрейда это пока просто размер. Пока просто размер. Двух мегаваттный, четырех мегаваттный, шести мегаваттный, ушли из земли на море, обшорная станция восемь мегаватт, десять мегаватт, увеличение размера, получение размера это, прежде всего, вопрос, точностных характеристик материалов, попасти. И там, конечно же, без современных материалов не прорваться, не прорваться без углепластика, что, собственно, для нас, потому что, на конце, главным правилом, не действует. Но там еще много чего произойдет и происходит в ваших водах. Если это мир, то в России все то же самое только на 15-е поле. Российская картина, если вы присмотритесь практически в такой же логике, также снижающаяся самонаметик, также снижающаяся комонасолнце и также неизбежно восхищаяся. Ну, традиционная энергетика, точка пересечения, это есть выгодитель. Если заранее не начинаешь подготовиться, то не создало в будущем.